Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Добрый день. Казахстанцы смогут получить второй компонент вакцины «Спутник Ви» на 21 день, если в этом будет необходимость. Соответствующее изменение внес в новое постановление главный государственный санврач Ерлан Киясов. Вторая доза препарата без учета дня вакцинации, как и было ранее заявлено, будет вводиться через 45 дней. Но в отдельных случаях по обращению вакцинируемых прививку можно будет получить на 21 день или любой другой, но не позднее 90 дней с момента получения первой дозы. Ранее в Минздраве заявили, что увеличение интервала не влияет на силу иммунного ответа. Данные по привившимся от коронавируса в Казахстане. Первый компонент вакцины получили 1 млн 634 тысячи 939 человек. Полностью прошли иммунизацию без малого 524 тысячи казахстанцев. Напомню, со вчерашнего дня жителям республики стала доступна третья вакцина «Хаят-Вакс». Это китайский препарат, произведенный в Арабских Эмиратах. 782 человека, зараженные ковидом, находятся в тяжелом состоянии. По данным Минздрава Казахстана, на сегодня лечение получают более 42 тысяч пациентов. За последние сутки еще 2840 казахстанцев заразились коронавирусом. В Алматы отмечено 689 новых заболевших, в столице на сотню меньше. Оба города по-прежнему в антилидерах. В стране всего с начала пандемии выявлено свыше 337 тысяч случаев заражения. Сегодня в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Именно 7 мая 1992 года первый президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил, которые стали гарантом стабильности страны, ее территориальной целостности и военной безопасности. В 2012 году парламент утвердил статус 7 мая как государственного праздника и общенационального выходного дня. Из-за пандемии коронавируса военный парад в столице был отменен. По традиции теплые слова поздравления сегодня звучат в адрес всех казахстанских мужчин. Армия – незыблемый оплот государственности, гарант независимости нашей страны. Касымжимар Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщается на сайте Аккорды. Президент отметил, что Казахстан должен укреплять обороноспособность в новых геополитических реалиях. В стране создана боеспособная армия, которая оснащена современным вооружением. Основу ее составляет крепкий воинский дух. Он добавил, что республика уделяет особое внимание всесторонней поддержке военнослужащих и выразил им благодарность за безупречную службу. Акмолинские полицейские почтили память коллег. За годы независимости в регионе при исполнении служебного долга погибли 32 сотрудника полиции. Многие из них ушли жизни совсем молодыми. К примеру, Кайраджу Субаев из Степногорска погиб в 30 лет от рук вооруженных преступников. Его коллегу, 29-летнего Женуса Коптенова, убила группа хулиганов. Не уберег себя и Серик Мухаммеджанов из Адбасара. На него напал вооруженный мужчина в алкогольном опьянении. Среди тех, кто отдал свои жизни, защищая других, есть и женщины. Бутагос Быжанова погибла от рук наемного убийцы. В память об ушедших героях выпустили документальный фильм. В Казахстане всего, выполняя свой служебный долг, погибли примерно тысяча страж порядка. Мы ставим погибших сотрудников в пример молодым сотрудникам, которые только заступают на службу. У нас в департаменте им посвящен целый музей. В местах, где эти полицейские служили, есть уголки мужества. Всем им низкий поклон. Лучших полицейских канун Дня защитника Отечества наградили в Шимкенте. Медали и грамоты получили около ста сотрудников. Состоялась и церемония присвоения званий отличившимся офицерам. В честь праздника 17 полицейским объявили благодарность. Девяти силовикам простили дисциплинарные проступки. Шесть сотрудников департамента полиции Карагандинской области удостоились высокой государственной награды – медали «Ерли Гошин». Еще десятки стражей порядка, находясь на службе, предотвратили суициды, спасали жителей области из снежных заносов и пожаров. В одном из сел экипаж патрульной полиции не дал погибнуть в огне ни людям, ни домашним животным. Марина Золотарева расскажет об этом подробно. О ночном пожаре сегодня напоминают только обгоревшие доски и пустырь. Раньше здесь находился большой сарай, где обитал скот и хранилась сена. Здесь стройка, сена, все сгорело. Пожар разыгрался под утро, когда хозяева крепко спали. Полицейские, которые патрулировали трассу Алматы и Екатеринбург, увидели пламя с дороги и сразу бросились на помощь. Увидели возгорание постпостройки, вывели домашний скот, разбудили владельца дома, хозяев. Разбудили соседей. Около метра осталось до дома возгорания. Ведь все спали. Хозяева, соседи, все спали. Немногословные полицейские о пожаре рассказывают обыденно и сухо, но в то утро во дворе был настоящий ад. Хозпостройку объяло пламя, за дверью громко кричали обезумевшие от страха животные, а огонь вот-вот мог перекинуться на жилой дом. Благодаря полицейским скот остался живым. Три коровы, десять баран, козляр две штуки. Благодаря их дом остался целым. Инспекторы батальона патрульной полиции в доме Ашамаевых теперь почетные гости. Если дежурят неподалеку от села Жумабек, заезжают проведать хозяев. За спасение людей от пожара их наградили именными часами. Однако главное для нас это радостные лица спасенных, говорят полицейские. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Аслан Демисбаев, Карагандинская область, Хабар-24. Лучшим кораблем пограничных войск, уже который год называют «Сарбас», отличные показатели по охране государственной границы на Каспии и борьбе с браконьерством отличают его от остальных. Команда трижды задерживала нарушителей морских рубежей, которые незаконно ловили рыбу в казахстанских территориальных водах. За высокие показатели командир пограничного судна получил правительственную награду. Обороты 1500. Есть обороты 1500. Ербулат Маханбет проверяет моторное отделение. Для старшины первой статьи ракетно-артиллерийский корабль «Сарбас» уже давно стал вторым домом. Здесь он проходил срочную службу, потом решил остаться по контракту. У нас дружная команда из 27 человек. Ежегодно она пополняется новобранцами. Многие остаются служить по контракту. У нас таких 10 человек. Мой контракт рассчитан на три года. Потом я планирую поступить в морской вуз. Хочу быть как наш командир. Командиру пограничного корабля «Сарбас», ставшему примером для своих подчиненных, всего 33 года. Недавно капитану третьего ранга Осету Ахмичану вручили правительственную награду за отличные показатели по охране государственной границы. Ведь мало обнаружить браконьеров в бушующем Каспии. Нужно суметь их задержать. Осету его команде удалось это трижды. Полторы тонны осетрины изъяли у нарушителей морских рубежей. Одно из задержаний было самым сложным. При шторме в три балла, шквальном ветре и плохой видимости. Видели, что это была байда. И дали им команду, чтобы они не давали ход и не убегали от нас. К чему они и послушались, начали маневрировать, убегать. Естественно, у меня есть офицер, который отвечает за вооружение. Меткий стрелок начал стрелять по двигателям. Как начали погоню, на 23-й минуте они остановились в связи с тем, что у них двигатель заглох. Мы изъяли около 10 ящиков калат. Были найдены рыбоосетровые породы, в общем весом 800 килограмм. Пограничный корабль «Сарбас» — гроза барканьеров и морских диверсантов. Гидроакустическая станция способна распознавать объекты на большой глубине. А артиллерийская установка может за одну минуту произвести до тысячи выстрелов и уничтожить объект на расстоянии 5 километров. К слову, отважная команда стала инициатором боевого состязания среди кораблей и катеров пограничной службы. В Бразилии во время захвата наркогруппировки погибли 25 человек. Еще несколько мирных граждан получили ранения. Полицейский рейд прошел в фавеллах Рио-де-Жанейро. Силовики штурмом захватили здание с преступниками, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. Между ними завязалась перестрелка. Среди силовиков один убитый. Пытавшихся скрыться, подозреваемых преследовали вплоть до станции метро. Там под пулей попали пассажиры. Один из них получил ранение в руку, другой поранился осколками стекла. СМИ местные отмечают, что эта спецоперация стала рекордной по числу жертв за всю историю города. Судя по изъятому арсеналу оружия, группировка была отлично вооружена. 15-летний подросток и 60-летний мужчина погибли, подорвавшись на мини времен Великой Отечественной войны во время экспедиции в Волгоградской области. Об этом сообщил Следственный комитет России. Трагедия произошла во время раскопок. Погибшие бойцы поискового отряда «Память» из Оренбургской области. Группа поисковиков из 12 человек собиралась скоро возвращаться домой. На момент прибытия медиков, получивший смертельные ранения, мужчина уже скончался. Мальчик был еще жив, но спасти его не удалось. Бывший президент Мальдив Мохаммед Нашид получил ранение при взрыве в столице островного государства. Инцидент произошел недалеко от дома экс-президента, когда тот садился в свой автомобиль. Пострадал и один из его охранников, и еще трое военнослужащих. Все они госпитализированы. Нынешний лидер Мальдив осудил нападение на своего предшественника, расценив произошедшее как теракт. Британский аукционный дом Крестис собирается продать бутылку бордосского вина, которая провела 14 месяцев на Международной космической станции. За нее ожидают выручить миллион долларов. В прошлом году ящик «Шато Петрус» отправили на МКС, как часть эксперимента компании, которая занимается возможной коммерциализацией особой среды космической станции. После более года вино вернули на Землю на грузовике SpaceX. Затем напиток откупи откупорили для слепого теста, после которого дегустаторы заявили, что выдержка в невесомости принесла напитку пользу. Его попробовали и оценили в научных целях. И, согласно отчетам, я, к сожалению, не присутствовал. Дегустация прошла в Бордо в марте. Но отчеты говорят, что вино прекрасно развилось. И это отличная новость, что выдержка в космосе хорошо влияет на вино. Это отличная новость. Продукцию «Халяль», домашний текстиль и сельхозинвентарь. Эта продукция всерьез заинтересовала некоторых участников выставки. «На самом деле у нас никогда не было возможности работать с Казахстаном, но мы надеемся с большим удовольствием открыть для себя новые товары, подобные тем, что нам сегодня представили. То, что мы сегодня увидели, презентованная продукция имеет приятный вид, очень хорошего качества, достойно представлены бренды и, главное, есть возможность производить товары по европейским стандартам». Несырьевой экспорт из Казахстана в Европу имеет хорошие перспективы, считают организаторы встречи. Пока главными препятствиями являются юридические формальности, над устранением которых сейчас работает казахстанская сторона, а также неуверенность наших производителей. На европейском рынке сильная конкуренция, но высокое качество товара и конкурентная стоимость казахстанской продукции при правильном подходе могут обеспечить хороший спрос. Тем более, что на государственном уровне в Казахстане ведется широкая поддержка экспорта несырьевых товаров. И пандемия, по мнению специалистов, дает возможность для выхода на новый рынок. «Сегодня у нас была презентация товаров тех компаний, которые зарегистрировали уже торговые марки казахстанские в Европе, которые уже зарегистрировали дочерние компании, которые уже даже в сложные ковидные времена, но немного с нашей помощью, с помощью посольства, но уже доставили свою продукцию в Европу. И я считаю, что это очень хороший знак, очень хороший задел, и ожидания самые радужные». Апелляционный суд штата Нью-Йорк принял на рассмотрение иск самки слона по кличке Хэппи, в котором она жалуется на принудительное содержание в зоопарке. Это беспрецедентный случай, когда истцом является не человек. Интересы Хэппи в суде представляет неправительственная организация Non-Human Rights Project. Слониха проживает в зоопарке Бронкса в течение 40 лет. Общественники требуют освободить ее из зверинца, утверждая, что она пребывает там против своей воли. Руководство зоопарка же заявило, что все решения в отношении слонихи должны принимать его компетентные специалисты. Точная дата слушаний пока что не назначена. В прошлом году скоростная капсула Hyperloop, концепт которой придумал Илон Маск, перевезла первых пассажиров. Тестовые запуски прошли в американской пустыне. Технология, основанная на электромагнитной силе, позволит сократить путешествия между городами. Так, например, дорога из Нур-Султана в Алматы займет лишь час с небольшим. О том, когда ждать первые скоростные магистрали и как устроен транспорт будущего, наш следующий сюжет. Белая труба в пустыне штата Невада едва ли напоминает транспорт будущего и больше похожа на огромный аттракцион. Тем не менее, здесь находится тестовая площадка американской компании Virgin Hyperloop. Капсула в вакуумном тоннеле способна достигать максимальной скорости в 1200 километров в час. Все благодаря почти нулевому сопротивлению воздуха, что позволит путешествовать между городами за очень короткое время. Внутри капсулы у нас два сидения. Они сделаны из очень красивой слегка кремовой кожи. Обшивка выполнена с целью создать атмосферу воздушности. У нас есть дверь с окном, и во время путешествия мы можем видеть, как едем по туннелю. Глава компании Джош Гайгелл был первым из двух пассажиров, испытавших капсул в движении. Тогда она проехала лишь 500 метров. Преодолеть расстояние больше не позволила длина тестовой трассы. В финальном варианте в разработке насчитывается 28 посадочных мест. Пассажиры будут пребывать в своего рода вокзалы, которые свяжут между собой города. Создатели говорят, что смогут перевозить до тысячи пассажиров за рейс. А путешествие будет напоминать привычные полеты на самолете. Начало движения будет похоже на взлет. И как только вы наберете скорость, вы ничего не почувствуете, несмотря на то, что летите по трубе на огромной скорости. Не будет турбулентности, постоянных шумов, и вы сможете спокойно сидеть, попивая напитки. Однако не все так гладко для Hyperloop. В компании не расталкивались с финансовыми проблемами для осуществления столь масштабного проекта. Эксперты также не до конца уверены в способности разработчиков поддерживать вакуум в тоннеле на протяжении тысяч километров. Кроме того, общественность задается вопросом, насколько экологичен такой способ передвижения. Впрочем, в компании уверены, что к 2030 году у них получится запустить первые коммерческие перевозки. Амир Хайдаров, Хабар-24. Профессионалов, готовых рисковать собственной жизнью ради спасения чужой, с каждым годом становится больше. Службу спасения Акмолинской области в этом году пополнили 20 новобранцев. На сегодняшний день в местном департаменте ЧАЭС трудятся свыше 2000 сотрудников. Свыше 650 из них, те, кто пытаются обуздать огонь и воду, предотвращают чрезвычайные ситуации и принимают сложные решения. В прошлом году Акмолинские боевые расчеты осуществили свыше 2000 выездов и спасли более тысячи человеческих жизней. Принявшие присягу личный состав ГУС службы пожаротушения полностью прошли первоначальную подготовку, в которую вошли программу психологической и профессиональной подготовки. Наши спасатели, можно сказать, и практически, и теоретически ежедневно проходят подготовку, оказывают первую доврачебную медицинскую и психологическую помощь населению. Закончим на этом, немного позже вернемся. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин